Пентагон начал тайную подготовку к военной операции в Сирии. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на непоименованный источник в президентской администрации. В ходе сегодняшней пресс-конференции Барака Обамы, подробнее о которой чуть позже, американский лидер заявил, что Башар Асад исчерпал лимит доверия своего народа и должен уйти. Окончательный ответ на вопрос, применялось ли в ходе сирийской гражданской войны химическое оружие, должна дать специальная комиссия ООН, направляющаяся в район конфликта. Между тем, в Дамаске сегодня был совершен очередной теракт. В результате взрыва бомбы в самом центре города погибли 13 человек. Все подробности в материале Дмитрия Хухлаева. Кольцо вокруг Башар Асада продолжает сжиматься. Сегодня в Дамаске вновь прогремел мощный взрыв. По информации правительственных источников, погибли как минимум 13 человек. Среди них сотрудники Сил безопасности и гражданские лица. Государственное телевидение показало кадры серьезных разрушений и эвакуации пострадавших. В столичные больницы с различными травмами были доставлены более 70 человек. Ранения некоторых из них серьезные, поэтому количество жертв теракта может возрасти. Что именно было главной целью сегодняшней атаки до конца не ясно. Неподалеку расположено здание Министерства внутренних дел, торговый центр и гостиница, где в мирные времена селились в основном иностранные туристы и бизнесмены. Сегодняшний взрыв прогремел менее чем через сутки после того, как в хорошо охраняемом квадрате безопасности в центре сирийской столицы бомба взорвалась на пути следования кортежа премьер-министра страны. Были убиты 10 человек. Сам премьер Ваиль Ахалки чудом не пострадал. Кто несет ответственность за эти теракты, также неизвестно. Эксперты говорят о том, что почерк не похож ни на акции боевиков свободной сирийской армии, ни исламистов из фронта Аль-Нусра. Оппозиция обвиняет правительство Асада в том, что оно само организует взрывы, чтобы предстать перед миром в образе борца с терроризмом. В любом случае, инциденты последних дней в Дамаске наглядно демонстрируют, что правительственные силы больше не в состоянии полностью контролировать даже центральную часть столицы. Вопросом о применении в ходе конфликта химического оружия займется специальная комиссия ООН. Специалисты под руководством шведского ученого Оки Селлстрома готовы вылететь в Сирию в самое ближайшее время. Доктор Селлстром и его команда экспертов отправятся в Сирию в ближайшие 24-48 часов. Даже сейчас, ожидая официального разрешения сирийских властей на въезд в страну, они делают то, что должны и могут сделать для анализа уже существующей информации. Между тем, тон Вашингтона в отношении режима в Дамаске становится все более жестким. На сегодняшней пресс-конференции в Белом доме Барак Обама посвятил Сирии всего несколько минут, заявив, что единственным способом политического урегулирования конфликта является немедленный уход Башара Асада. Причем американский лидер не связывает это с подтверждением фактов о применении в ходе боевых действий химоружия. Пентагон, как утверждает СНН, уже начал разработку планов военной интервенции. Накануне глава американского Минобороны Чарльз Хейгл отказался обсуждать с журналистами планы его ведомства по Сирии, оговорившись, что в ходе своих недавних дискуссий с коллегами из Израиля, Турции и Ордании мнения союзников о реалиях сирийского конфликта полностью совпали. Дмитрий Хухлаев, телекомпания «Артивей».